Бен Тен один из моих любимых мультсериалов детства. Я смотрел классику, инопланетную силу, сверхсилу. Омниверс, правда, я до конца не осилил, а смотреть ребут мне не хочется. И я уже успел забыть про Бена, как вдруг в ТикТоке начали попадаться ролики о неком Корнитриксе. Мне стало любопытно, и когда я изучил всё, что мог, то я даже начал по-другому смотреть на оригинальный мультсериал. Я нашёл историю этой вселенной, поверьте, это было нелегко. И да, я опоздал, хайп на Корнитрикс уже сошёл на нет, ну да ладно, не будем затягивать и... поехали. История начинается с Азимуса. В этой вселенной он был не такой умный, как в основной, а также у него была другая цель. Корнитрикс был создан не для сохранения видов, а для того, чтобы вызвать исчезновение всего живого во вселенной. Из-за того, что Азимус не такой умный, он делает Корнитрикс, как умеет. И потому все пришельцы несовершенны и уродливы. Так ещё и Вилгакс узнаёт о Корнитриксе и собирается напасть на планету Галванцев. И Азимус, поняв риск, выкинул Корнитрикс от греха подальше в космос. И в итоге, недоделанные и еле как работающие часы просто летели в космосе. И вот так они упали на Землю. И их обнаружил Бен. Как и в оригинале, часы сами надеваются на Бена. Но с одним отличием. Они сами выбирают, в кого и когда превращаться. И Бен становится человеком-огнём. И при этом он не может управлять пришельцами. За него всё делают часы. Он только может иногда что-то говорить, как показано на этой картинке. К нему подходит Гвен. И Бен её убивает. Дедушка Макс понял всю ситуацию, а потому запер Бена в комнате. И хотел отстрелить ему руку. Но Корнитрикс почувствовал опасность. И перевоплотил Бена в молнию. И просто пробежал сквозь дедушку Макса. Бен так совершает ещё много убийств. Пока не превращается в Героя Икс. Изродованного и Искалеченного. И внутри его нет двух личностей, которые принимают решение. Так как Азимус смешал своё ДНК с Героем Икс. И так Бен полностью уничтожил свою вселенную. И даже решил спохватиться на другие. Но об этом узнаёт профессор Парадокс. И он знал, что это угроза для всех вселенных. А потому, когда Бен с Корнитриксом пожаловал, его уже ждал Бен 10 тысяч. И перевоплотившись в Атомикса, он начал с ним битву. И одержал победу. И Бену отрезали руку с Корнитриксом. Также ему восстановили его вселенную. И сделали так, чтобы часы больше никогда не попадали к Бену. После всего случившегося у Бена начинается шизофрения. И его мучают кошмары. И на этом история обрывается. Автор сказал, то что историю он ещё будет дополнять. И до того, как он стал Героем Икс, и после этого. Также я ещё нашёл арт с откалиброванным Корнитриксом. И эволюционировавшими пришельцами в нём. Но ничего важного. Даже Кевин есть, который забрал ДНК у Корнитрикса. Ну что ж, интересная получилась история. И похожих таких много. Просто только это словило такой хайп. И каждый там понапридумывал себе Амнитриксов. И знаете, я тоже вдохновился и придумал свой Амнитрикс. Который я назвал Армтрикс. Моей вселенной Азимус самый обыкновенный. Просто на него также хотел напасть Вилгакс. И он выбросил недоделанный Армтрикс. И он тоже попал к Бену. Но этот Амнитрикс не до конца превращает его в пришельцев. А только руку. Ну и так бы ему приходило сражаться с преступностью. А на этом у меня всё. Напишите в комментах, какие у вас идеи по поводу Амнитрикса. И если вам понравился данный ролик, то не забудь поставить свой лайк. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok